На телеканале Кубань24 начинается тема дня. Сегодня вторник, 19 декабря. Здравствуйте. Продажи пакетных туров на Новый год за границу выросли на 20%. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Туроператоры привлекают клиентов большими скидками, снижая свою маржу иногда вдвое. За последние две недели стоимость туров, например, в Таиланд и Индию на новогодние даты снизилась на 30-50%. А свободные места по-прежнему остаются, хотя год назад в это время уже все было распродано. Стоит ожидать горящих туров на новогодние каникулы, говорят эксперты. Они же предупреждают, что в такой ажиотажной ситуации возрастает шанс стать жертвой мошенников. Как не остаться дома, заплатив за отдых в теплых странах? Советы для тех, кто собирается купить путевку. У нас в студии Александр Макартычян, генеральный директор туристической компании «Розовый слон». Добрый день, спасибо огромное, что пришли. Прежде чем мы поговорим о мошенниках, скажите, действительно так, что стоит, может быть, сейчас чуть-чуть подождать и купить горящий тур за 50% стоимости? Вы знаете, Майя Ламидзе, она, скорее всего, имела в виду Москву, потому что вылеты из наших городов, Краснодар, Ростов, распроданы достаточно хорошо. Именно на высокие даты. То, что весь декабрь вы видели цены 15-20 тысяч рублей на двоих в Эмираты на неделю, эта тема закончилась. И сейчас цены вернулись к нормальному уровню. Нормальный, это как бы не демпинговый уровень, примерно 40-50 тысяч рублей на двоих на неделю. Здесь все ясно. Хорошо, давайте мы позвали вас поговорить о мошенничествах в туристической индустрии. Часто ли в последнее время такие случаи происходят или их все меньше? Смотрите, примерно это происходит с таким, с определенным постоянством. Могу сразу успокоить, что это небольшой процент. Ну, например, если брать Краснодарский край, где больше 300-400 агентств работает, вот за последние годы я слышал всего там о двух-трех случаях. То есть это нерегулярно. К счастью, то же самое в соседней Ростовской области. Два-трех случая, это когда дело дошло уже до суда? Да, до суда. А вы знаете, почти, ну, если человека реально обманули, естественно, прямая дорога в милицию. Если милиция по каким-то причинам отказывается принимать заявление, такие случаи, мы знаем, в соседней Ростовской области был случай, когда 19 пострадавших было. И только когда уже люди пошли в прокуратуру, тогда милиция отказывалась принимать заявление. Вот хорошо, что вы заговорили про Ростовскую область. У нас сейчас конкретная история. Есть героиня, Татьяна, мы ей дозвонились. Татьяна, добрый день. Да-да, здравствуйте. Вы, так понимаю, из Краснодара, но решили воспользоваться услугами ростовской компании. И что в итоге? Как получилось, что вы никуда не улетели? Да, правильно, все верно. Ну, в общем, мы приобрели тур за два месяца. Ранее бронирование у нас было. Получили договор на электронную почту. Лично забрать не удалось, потому что мы в Краснодаре, а агентство в Ростове. Но мемер журнала, что все документы она нам или по электронной почте перешлет, или уже непосредственно приведет в аэропорт. Что с этим проблем не будет. Вот. Наступил день вылета. Мы приехали в Ростов с чемоданами. Все. И приходит мне на WhatsApp сообщение от нашего менеджера, что откройте электронную почту свою. Открыв, я увидела электронное письмо официальное, что произошли изменения по туру. И у нас есть два варианта. Это первое, лететь в ту же самую страну, но уже через Москву, и через три дня. А второй вариант – это возврат денежных средств. Вы забрали деньги? Мы забрали деньги. Наша менеджер так и не взяла трубку. Но деньги передала. Татьяна, один вопрос. Почему вы решили обратиться именно в эту компанию? Вот мой вопрос. Потому что, во-первых, ее посоветовали, эту девушку, и второе, мы уже через нее летали. А, то есть вы до этого пользовались ее услугами? Да, да. Полгода назад мы приобретали тоже тур. Но, я так понимаю, деньги вернулись, как говорится, ложечки нашлись, но осадочек остался. То есть отпуск испорчен в любом времени? Ну, конечно же. Конечно же. А у меня вопрос, Татьяна, к нам. А причина изменения вот этих, почему изменения по туру произошли? Что бы я уже сказала? Прагент объяснил, почему изменилось, да? Нет, 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 она ничего не объяснила. Трубку она не брала. Сказала, что пишите все в официальной форме. Если вас что-то не устраивает, там, жалобы, не жалобы, и вообще читайте договор. И она еще сказала, что ни одно турагентство не несет никакую ответственность за туры. Ну, это неправда. Это обман. Ну, Татьяна, спасибо, что рассказали вашу историю. Но здесь понятно, что обман уже был изначально. Да, ну, давайте порассуждаем, да? Ну, во-первых, первый мой совет, это перед тем, как прийти, действительно, наведите справки. Да, перед тем, как прийти в турагентство, наведите справки. А у своих друзей, родственников, знакомых, понятно, самый лучший критерий – собственный опыт, да? Тем не менее, и здесь, как вы видите, бывают проколы, человек уже пользовал услугами. Второй очень важный момент, да? Почему, говорят, надо прийти, а не только по телефону? Ну, посмотрите, где находится фирма. В какой-то подворотне, в подземелье, в каком-то, да, 15 ступенек вниз. От земли, или… И сидит один менеджер. И сидит один менеджер, да? Или это, действительно, в центре Краснодара, хорошее, нормальное оповещение, с хорошим ремонтом, с хорошей мебелью, с профессиональными менеджерами. Очень важно, чтобы профессиональные менеджеры были, да? То есть, это очень легко понять, где у них там столица Турции – это Стамбул, да? Или там Риме не находится где? В Эгейском море. Вот если вам так отвечают, там лучше не покупать путевку, да? Второй очень важный момент – это, безусловно, вот… Сайт фирмы. Сайт, вы моментально, кто из вас занимается бизнесом, да? А я так понимаю, что многие туристы занимаются, многие клиенты занимаются бизнесом различным. Хороший сайт стоит дорого. 300 тысяч рублей, полмиллиона рублей. Или это просто картинка, заставочка такая на 20-30 тысяч рублей, знаете, вот страничка такая. Мошенники не будут заниматься созданием хорошего сайта, им это не важно? Ну, естественно, потому что добротный сайт, я вам скажу так, поисковая система, хорошая такая добротная поисковая система, которая показывает все страны мира, отели всех стран мира, минимум аренда такой системы 15-20 тысяч рублей в месяц. То есть уже вряд ли мошенник будет… Да и сам сайт, кроме поисковой системы, это модуль такой, цепляется на сайт, кроме этого модуля, сам сайт должен быть с новостями, с наполнениями, он должен быть живой, свежий. Сейчас очень многие пользуются Инстаграмом, но Инстаграм ничего не стоит. Да, я хотел бы людей приобрести, Инстаграм не стоит ничего. То есть любой человек, у которого есть мобильный телефон, может открыть себе Инстаграм, да, и все. Поэтому вот… То есть не социальная страничка, да. Не социальная страничка, а вы знаете, очень много людей страдает из-за соцсетей. Там мы даже с такими случаями сталкивались, когда, вот скажем, есть форум молодых мамочек, да, и они приходят в парке, катают коляску, и другая такая же мамочка, которая якобы работает в каком-то турагентстве, продает путевку прямо на улице. Да, и вот мы потом сталкивались, ну как же так на улице, без печати, без кассового чека, ну как, ну вот так вот. А нажимать. На форуме познакомился, молодых мамочек, да, вот так вот. То есть люди сами ошибаются, зачастую потом происходят эти события. Ну и такой вот важный момент, все-таки, сколько лет фирма на рынке. Вот это очень важный момент. Все бывает. Вообще, чтобы было понятно, нет ни одной стопроцентной гарантии. Вот ни одной стопроцентной гарантии, что вот бывает, к сожалению, случай, когда фирма много лет, у нее хороший сайт, и все равно что-то бывает, да, проколы какие-то. Но подожди, ну как, как значит, нет гарантии? То есть я заранее, то есть не горячий тур, иду в турагентство. Татьяна сказала, за два месяца плачу деньги, забираю договор, и нет гарантии? Смотрите, к сожалению, какая-то некая финансовая нечистоплотность бывает. Ведь в любом бизнесе, у нас же есть обманутые дольщики, да, в крае. Вот так же бывает, в чем проблема гигантская? То, что когда вы идете в магазин покупать, скажем, вот этот диван, вы платите деньги, и тут же получаете диван, да, тут же. Когда вы покупаете путевку, вы платите вот здесь и сейчас, а услугу получаете через некоторое время, бывает действительно 2-3 месяца. И точно не в Краснодаре, а где-то там за несколько километров, бывает за тысячи километров, да, там Таиланд, Вьетнам, Гуа, Эмираты. И вот здесь очень важно доверие, да, потому что вы никогда не летите, если вы не проплатите полостью тур, да. То есть вы обязаны проплатить заранее, вот раннее бронирование, то, что сейчас Татьяна рассказывала нам, раннее бронирование. Уже сейчас у нас идут продажи на, не поверите, лето 2018 года, на август-сентябрь 2018 года, сейчас в декабре мы продаем. И понятно, здесь огромный крит доверия нам оказывают клиенты, которые за полгода, за 8 месяцев приносят деньги. Понятно, что... Подождите, раз вы уже открыли продажи, значит их предоставляет вам туроператор, правильно? Верно. Уже возможность есть бронирование. Согласен, ну, бывают разные случаи, бывает, когда разоряются авиакомпании, да, такие случаи мы знаем. Вот Вимавиа, последний случай, до этого Трансайр авиакомпания, очень много людей пострадали. Бывают случаи, когда разоряются туроператоры, тоже такие случаи мы знаем. Вот 100% гарантии, к сожалению, на рынке сейчас нет. Здесь мы выяснили, у нас пару минут просто остается. Хорошо, ваш совет, вот если такое произошло, Татьяне деньги вернули, но тем не менее, отпуск испорчен, да, впечатление испорчено. Здесь есть какой-то смысл вообще писать жалобу или это уже лучше закрыть глаза и забыть? В принципе, можно пойти в Роспотребнадзор, да, там есть отдел по защите прав потребителя в Краевом Роспотребнадзоре и написать действительно жалобу. И я думаю, по материалам жалобы будет проверка, однозначно проверка этой ситуации. Вот, причем неважно, что турфирма находится в Ростове, да, абсолютно неважно. Она здесь по месту жительства пусть обращается в Краснодаре, будет проверка о Ростове, боевые знаю проверка. Вот, чем закончится ситуация, мне интересно, держите меня в курсе, пожалуйста. Хорошо, если вдруг деньги не вернули, тогда прокуратура и полиция, да? Дальше прокуратура, это только когда милиция не выполняет свою задачу. Вот тогда прокуратура давит уже на полицию, сейчас нельзя говорить милиция, на полицию. Но, к сожалению, бывают случаи, когда полиция не хочет заниматься этим вопросом, потому что это очень скользкий вопрос. Буквально в нескольких словах у нас минуты остается, реестр существует, вот, вы вспомнили про дольщиков, да? Но есть, допустим, реестр застройщиков, ты заходишь, смотришь, хорошая фирма, можно доверять или нет? Вот в качестве, в отношении турагентов такое есть? В отношении турагентов все реестры, которые существуют, они добровольны. И понятно, что, раз участие добровольное, в них участвует там меньшая часть игроков рынка. Но самые сознательные, получается. Самые сознательные, но, к сожалению, и участие в реестре не является панацеей, да? На самом деле, я так скажу, пусть вот люди не пугаются, перед Новым годом, скажу несколько хороших слов, да? Эти случаи крайне малы. Вот 2-3 за несколько лет, это нерегулярно, к счастью, да? Вот сейчас новогодние праздники на СУ, всем хочу пожелать хороших праздников, чтобы все их турагентства, все туроператоры были порядочными, кого они встретят. Буквально последний вопрос. Россияне стали чаще летать за границей? Да, это действительно так. То есть, волна кризиса заканчивается, и... Думаю, мы все ждем теперь открытия Египта. Египта. Да, это новость номер один была на прошлой неделе, да? С февраля начнется авиасообщение с Каиром, и ждем в 2018 году сообщение с Хургадой и Шарм-Аль-Шейхом. Но сейчас открылось это регулярное сообщение, да? Да, только пока Каир. Понятно, что в Каире моря нет. Да, понятно, что наши люди ждут Хургаду и Шарм-Аль-Шейх. Я думаю, что, ну, по нашим инсайдерской информации, в 2018 году откроются и Хургады, и Шарм-Аль-Шейх. Ну что, будем ждать. Спасибо огромное. На студии был генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Александр Макартычан. Мы продолжаем тему дня. Оставайтесь с нами. Впереди вас ждут деловые факты и новости страны и мира. Смотрите «Кубань-24». Смотрите «Кубань-24».